Дорогие друзья, утро доброе. Сейчас у нас что на календаре? По-моему, 2 декабря, то есть зима уже в самом разгаре, и в Петербурге, где я сейчас нахожусь, очень холодно, а мы сейчас переносимся в теплые края. Мы будем говорить сегодня о недвижимости Кипра, будем говорить в несколько необычном формате. Изначально мы с моими коллегами, которых я представлю буквально через несколько секунд, говорили о программах ВНЖ, гражданства, и у нас был вебинар буквально месяц назад, но после этого мы поняли, что еще один момент очень хочется осветить подробно, а именно конкретные предложения, которые есть на Кипре, тем более, что наши зрители об этом тоже спросили, то есть говорили, что именно конкретно, а что можно купить, по чем предложений было не так много. Но вот сегодня как раз мы компенсируем этот недостаток и об этом в частности поговорим. Я с удовольствием представляю наших экспертов Екатерина Шаманская, генеральный директор компании First Class Homes по России и СНГ. Екатерина, добрый. Добрый день всем. Добрый день. Ну, не пугайтесь вида из окон, у Екатерины это все-таки не Кипр, это, если я правильно понял, Москва. Да, сегодня это Москва. Как раз сравним с Кипром, сегодня у нас будет вид Кипра тоже. Ну, Софья Кудряшова, юридический консультант и корпоративный администратор Сангаридис, компания Сангаридис, вот даже закрыла шторками занавески, потому что вы-то как раз на Кипре, и у вас-то как раз все бодро, солнечно и так далее. С тепла и солнца, да. Здравствуйте. Значит, как мы построим нашу работу? Сначала несколько важных моментов, связанных с видом на жительство, с гражданством, с последними изменениями, которые есть и которые будут на острове. Тем более, что изменения происходят, ну, какие-то новости на этом фронте происходят практически каждую неделю. Далее, собственно, будет представление этих объектов, которые подходят под получение ВНЖ, которые входят под инвестиции, то есть самые интересные варианты предложения компании First Class Homes по инвестициям. Ну и в завершение подведем некий итог. У нас будет еще один сюрприз, еще один участник, но о нем мы скажем чуть-чуть позже. Традиционно чат работает. Пожалуйста, задавайте вопросы и по конкретным объектам, и по ВНЖ, по гражданству. Постараемся ответить в рамках вебинара. На какие вопросы не успеем ответить. Традиционный материал по итогам нашего вебинара тоже будет опубликован на пряну. Екатерина, ну давайте начнем тогда, тем более, к нам еще вот аудитория, наши зрители подключаются сейчас. Как вы сейчас видите, давайте с достоинств. Начнем основные достоинства Кипра, потому что, несмотря на пандемию, мы видим, что цифры с острова приходят весьма обнадеживающие. Включим, соответственно, презентацию и несколько слов о текущих преимуществах, которые есть. Пожалуйста. Да, я думаю, что многие уже наши участники вебинара, наши зрители, гости, клиенты знают об основных преимуществах Кипра. Помимо качественного образования, прекрасной погоды, на сегодняшний момент погода там пару дней назад была на Кипре, Софья, если не ошибаюсь, плюс 25, и вот немножко, можно сказать, сейчас похолодало, на Кипре плюс 18. Да, мы можем сравнить это с нашими погодами, Филипп, с твоей питерской, с нашей московской. Не будем о грустном. Да, да, да. Вот. Конечно, Кипр, безусловно, предоставляет качественное образование, так как это бывшая английская колония, высокий уровень образования предоставлен. Есть русские школы, есть английские школы. Мы, кстати, об этом подготовили презентацию, если интересно, мы ответим на вопросы и отправим эти школьные обучающие программы. Помимо этого также существуют детские сады при школах и отдельные частные сады Ясли. Поэтому очень многие и наши соотечественники приезжают на Кипр вместе с детьми разных возрастов и устраивают их в учебные заведения, включая даже греческие. Ну, каждый для себя различные преимущества рассматривает. Медицина. Медицина на уровне, на европейском. И это тоже привлекает наших соотечественников и наших клиентов. Ну и самое важное, почему продолжают инвестировать бизнесмены, инвесторы со всего мира. Если посмотреть, даже взглянуть на этот слайд, который Филипп открыл, то мы понимаем, что Кипр находится в центре Европы. И эта локация очень удобна, чтобы долететь до стран Европы за час, за два. Рейсы, несмотря на ковид, постоянно летают, регулярные рейсы есть всегда. И это очень удобно для ведения бизнеса. Поэтому все чаще компании перевозят сюда свои офисы и открывают головные офисы компании. Но и не только поэтому. Кипр у нас, мы говорили еще на предыдущем вебинаре, запускает вот эти программы и оптимизирует налоги для компаний, для IT-бизнеса, для стартапов. Вот об этом тоже сегодня поговорим. И также об обновленных условиях. Отлично. Ну, многие страны, ну, не то что уж совсем многие, некоторые страны претендуют на то, чтобы называться центром всего мира. Но Кипр тоже с известным основанием может говорить, что именно вот он нам, та точка, которая относительно близко ко всем и посреди всех транспортных потоков. Я, кстати, попрошу в чате опубликовать контакты компании First Life Thrones. Да, безусловно, запись эфира у нас будет и презентация объектов, в частности, и на Приане тоже пройдет. Но давайте перейдем вот к истории с ВНЖ, с гражданством, а потом уже будем представлять конкретные объекты. Ну, давайте, может быть, Софья, вам тогда передам слово. Во-первых, какие есть базовые условия, а потом отдельно проговорим, а что же, собственно, меняется в последние недели, потому что, ну, действительно, слухов ходит много. Что из них слухи, что из них правда. Давайте начнем с базовых условий, и, соответственно, я включу слайд. Да. На данный момент на Кипре существуют разные программы по получению ВНЖ или ВИЗ. Мы обсуждали в прошлом вебинаре, что есть категория F, есть категория ускоренная R2, все инвестиции 300 тысяч плюс НДС. А по получению гражданства, так как паспортная программа прекратилась, на данный момент у нас в Силе есть только получение гражданства после 7 лет. Так как Кипр сейчас пытается привлечь компании иностранных интересов и пытаются установить всякие механизмы ускоренной активации бизнеса для таких компаний, которые, ну, акционеры являются гражданинами из третьих стран, не Евросоюза или Кипра, они сейчас ввели новую программу по получению вида на жительство для работщиков в этих иностранных компаниях, которые большинство, есть определенные критерии, кто и чем занимаются эти компании. Это IT-компании, которые нанимают на работу квалифицированных людей, квалификации которых на Кипре не существует. У нас дефицит есть по этому вопросу. Простите, я сразу бы хотел уточнить, вот этот вопрос нам задавали. Вот когда говорят о том, что квалифицированные айтишники, которых нет на Кипре. Но видите ли, айти-бизнес, он же такой, ты работаешь в одном месте, а обслуживаешь при этом уйму других компаний, которые вообще никак не связаны с Кипром. Правильно ли я понимаю, что все-таки речь в данном случае идет не о том, что эти компании должны работать на кипрском рынке, они должны просто жить на Кипре и вести свой бизнес через Кипр. А при этом кого они обслуживают и с кем они работают, это уже кипрские власти не особенно заботят. Нет, с кем они работают и кого обслуживают, точно это не вопрос. Но эти компании должны быть зарегистрированы на Кипре и иметь офисы на Кипре и нанимать работщиков на Кипре. 70% должны быть из России, например, а 30% киприоты. Это должны быть именно разработчики, простите, или это могут быть просто сотрудники компании? Могут и работчики, и сотрудники компании. То есть нужно и киприотов, и иностранных работщиков нанимать. И вот эти люди, которые иностранцы, им можно получить вид на жительство. Намного быстрее, как другие процедуры, как категория F, например, и даже можно и быстрее, чем категорию 6.2, потому что это специально для работы в этих компаниях. Это уже в силе, люди подают, это в течение 2 месяца максимум можно уже получить вид на жительство для главного заявителя, рабочего, и для членов его семьи. Ну вот, да, продолжайте. Да, я хотела объяснить, что сейчас на Кипре, ну, все еще работают над этой стратегией привлечь бизнес на Кипр, и существует, ну, но насчет натурализации с 5 лет на данный момент не существует действующих правил для такого процесса. Министерство финансов объявили, что целью стратегии быстрой активации бизнеса является начало планирования процесса и критериев в течение первого квартала 2022 года. Поэтому в планах есть, что вот этим сотрудникам можно получить будет гражданство после 5 лет или после 4 лет, зная греческий язык, но на данный момент это единственная информация, которая известна. Официальная. Окей, давайте тогда чуть-чуть сначала начнем. В двух словах, если мы говорим о том, какая сейчас есть возможность получения гражданства. Программа, вот та, которая была 2 миллиона плюс, про нее забыли уже год, как забыли. Теперь есть программа иная, вот она по сути программа натурализации. И она сейчас 7-летняя, так вот что она предполагает? Какие критерии должен выполнить человек, чтобы получить гражданство через 7 лет? Через 7 лет получить гражданство может человек, который проживает на Кипре в течение этих 7 лет. Но это может быть и больше срок. Можно, например, в последние 14 лет, но не постоянно. Приезжал пару месяцев, пожил и уезжал. Можно по визе, по провизе. Вот эти все сроки, они учитываются. Но самое главное, 7 лет прожить постоянно, не уезжая из Кипра. А остальные критерии, это предоставить документы, ну, кроме паспорта, например, нужно справка несудимости, свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке. Ну, это такие относительно формальные истории. Вот ваш опыт, и, может быть, Екатерина, тоже ваш опыт, вот те люди, которые приобретают объекты, ну, вот, например, португальская программа, она сейчас просто явно, говорят, вот ее особенность и интерес к ней в значительной степени потому, что это путь к получению гражданства. А кипрская история, это все-таки, вот, среди тех, кто, скажем, интересуется в ВНЖ, кто из них затем идет, ну, по пути получения гражданства? Насколько это людям вообще интересно и актуально? Екатерина, что вы скажете по вашему опыту? На самом деле это интересно и актуально, так как процесс достаточно длительный сейчас, то есть после проживания 7 лет вы имеете право на гражданство, то касательно наших клиентов мы наблюдаем такую тенденцию, безусловно, кто проживает 7 лет обязательно оформляет это гражданство, потому что это Евросоюз, это Шенген, это прямая непосредственная дорога к тому, чтобы жить, проживать и иметь возможность не только на Кипре, но и в Евросоюзе. Соответственно, сейчас, когда тенденция очень высокая и люди нуждаются в перемещении, и они приобретают как раз недвижимость с целью получения гражданства ВНЖ в таких странах, как Португалия, Карибский бассейн, Греция, Мальта, и так далее, то Кипр с новыми условиями будет очень конкурентоспособен, потому что по новым условиям мы ожидаем, что проживая всего лишь 5 лет об раздаче греческого языка 4 года, вы имеете право на получение гражданства, что очень привлекательно, то есть не все страны вообще такие условия могут реализовать. В Европе вообще мало кто, это правда. Софья, а вот тогда все-таки уточнить, хочу, тем более, только наша среда спрашивает, как сейчас решается вопрос с языком, то есть нужно ли его сдавать, если ты идешь именно по этой программе натурализации, или если да, то что собой представляет экзамен? Нет, у нас нету экзамена на греческий язык, не обязательно. То есть, и тогда еще один момент, а вот к недвижимости все-таки какие требования есть в данном случае? То есть это должна быть та недвижимость, которая удовлетворяет правилам получения ВНЖ, ну, ПМЖ, условно говоря. Ну, смотрите, на самом деле есть инвестиционные ВНЖ, как 6.2, которые ускоренные, покупать надо 300 тысяч плюс НДС, но есть еще и другие типы виза, как, например, есть ежегодная виза PinkSleep, по ней не обязательно, там нету критерии, сколько стоимость должна быть жилье, можно снимать даже в аренду, по категории F тоже можно снимать в аренду, а вот есть, ну, и, в принципе, да, только просто иметь жилье на Кипре. Только категория 6.2 устанавливает критерии, что нужна какая-то стоимость этого объекта недвижимости быть. Окей, и вот вопрос от Светланы. Хорошо, вот владелец IT-бизнеса, вот если простым языком говорить, как он может получить сейчас в ВНЖ, какие минимальные требования, как это работает? Что должен показать? Да, этот IT-бизнес должен быть зарегистрирован на Кипре. То есть ты должен открыть компанию, условно говоря, вот у меня есть компания, пусть она где-то была до этого в другом месте, это должна быть компания или некий филиал может быть какой-то другой компании, как это правильно сделать? Да, ну, если компания уже существует, ее нужно зарегистрировать на Кипре, перевести бизнес, то есть на Кипр, иметь офисы, в которых работают сотрудники, иметь оборот, показать, что либо был оборот за последние пять лет, или бизнес-план, если новая компания открывается, как они будут ввести свою деятельность на Кипре. Если человек только учредитель компании, он тоже может, он должен как бы зарегистрироваться как директор, например, чтобы получать заработную плату не менее 2500 евро в месяц, иметь тоже какую-то квалификацию, высшее образование или диплом, или хотя бы опыт работы за последние два года в этом, ну, на высоком уровне IT, и трудовой договор предоставить вот с этой же компанией, которой владеешь, что вот я на нее работаю, и тогда можно получить ВНЖ. Окей, давайте тогда перейдем к следующей части, а вот мостиком будет то, что Екатерина сказала, то, что Софья подтвердила. Помимо всех прочих способов получения ПМЖ или ВНЖ на Кипре, корректнее говорить о том, что это ПМЖ, да, например, классический пример, это схема, при которой ты должен приобрести недвижимость за 300 тысяч евро плюс. Давайте вот буквально, Софья, 30 секунд о том, что это за схема, и, Екатерина, мы тогда посмотрим с вами, а что такое объекты за 300 тысяч плюс сейчас. Да, схема – это ускоренная процедура получения постоянного вида на жительство на Кипре. После подачи заявления в течение трех месяцев уже человек получает карточку. Требование – это надо приезжать на Кипр хоть один раз каждые два года, а условия для получения этого вида на жительство – нужно инвестицию в жилую недвижимость 300 тысяч плюс НДС или в коммерческую недвижимость. Нужно иметь справку о несудимости, все личные документы, как свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке. Так, на эту программу могут подать и взрослые дети от 18 до 25, которые учатся за границей, и еще родители заявителя. Главное здесь, что нужно предоставить документы о доходах за рубежом. Минимальный доход должен быть 30 тысяч в год. Если есть совершеннолетние дети, которые тоже будут подавать заявление, этот доход увеличивается на 5 тысяч, а если есть родители, увеличивается на 8 тысяч за каждого родителя. Этот доход может быть любой, там нет ограничений, или тип доходов, которые принимаются или нет. Нужно, главное, показать, например, может это быть аренда, может быть дивиденд, зарплата, хоть что. Но главное, чтобы было 30 тысяч. А остальное все – это просто иметь договор купли-продажи, паспорт и справки о несудимости. То есть вот это. И еще все-таки уточняющий вопрос от нашей зрительницы Ольги. Для понимания, можно ли перевести сотрудников из России? То есть у тебя был здесь офис, ты можешь их перевести. И давайте так, может быть, вы уже отвечали на этот вопрос. Что может быть основанием для пребывания здесь первые месяцы, первые недели? Хорошо, ты перевел, ты зарегистрировал компанию. Что является основанием, разрешающим людям жить на Кипре первый год, два? Как это правильно сделать? Ну, смотрите, если компания существует, ее нужно ее перевести на Кипр, то тогда первые три месяца у всех русских есть провиза. Ну, понятно. Ну, пока идет процесс как бы подачи заявления на жительство и все остальное, вот они могут проживать на провизе. Потом, если есть какие-то задержки, можно получить пинг-слип или рабочую визу. Если будут работать, рабочую визу. А если пинг-слип, то не дается право работать. Но, в принципе, перевести сотрудников – это возможно. Можно уже начать оформлять документы до переезда на Кипр, чтобы вот к моменту, когда они уже будут на Кипре, подать заявление на ВНЖ. И вот сейчас с Фейсбука пришел еще один вопрос. У нас параллельно в Фейсбуке ведет трансляция. А есть ли минимальное количество сотрудников, которые должны быть в компании? Да, минимальное количество сотрудников есть. Одну секунду я вам скажу. Секундочку. Смотрите, самого количества нету конкретного, но главное, чтобы была ставка 70% иностранных и 30% киприотов. Окей, то есть, условно говоря, 2 киприота, 3 иностранца по этой схеме работают. Да, да, да. Екатерина, ну давайте теперь вернемся к той теме, которую озвучивали изначально. Объекты на Кипре на специальных условиях для инвестиций, для прошивания для ВНЖ. Начнем именно с истории по ВНЖ, по инвестиционным проектам. Мы поговорим чуть позже отдельно. И я включаю тогда презентацию. Здесь вот именно конкретные примеры. В любом случае, изначально нужно вращаться вокруг цифры 300+. Насколько я понимаю, у вас есть много объектов и дороже, и дешевле есть какие-то варианты. Но давайте начнем именно с этих. Пожалуйста, рассказывайте. Какие-то вопросы, господа, будут по какому-то конкретному объекту. Можете спрашивать сейчас или потом уточнить уже в частной беседе с Екатериной и ее коллегами. Пожалуйста. Да, все верно, Филипп. Во-первых, я хочу сказать о том, что у нас портфолио составляет 50 тысяч плюс объектов. По Кипру у нас из этого числа 15 тысяч, уже, наверное, чуть больше. Из весь Кипр, условно говоря, я думаю, больше и не продается. Да, помимо этого у нас портфолио другие зарубежные объекты включает. И так как у нас, у нашей компании 5 офисов на Кипре в каждом городе, в Пафосе, в Ларнаке, в Айанапе, в Никосе, в Лимассоле, то мы покрываем полностью весь Южный Кипр. Поэтому здесь мы любые объекты готовы предоставить и по жилой, и по коммерческой недвижимости. Теперь под программу видножительства можно приобретать не один объект, и также это может быть и жилье, и коммерция. В сегодняшний момент хотелось бы поговорить о конкретных объектах. Например, очень хороший бутиковый проект Гиприт Резиденс. Он находится в Лимассоле, в районе Айгёс-Афанасиус. Очень востребованный достаточно район, и бутиковый формат такого комплекса позволяет иметь не очень дорогие квартиры. Бутиковый – это что значит? Как говорят «бутик», но наоборот, обычно первая реакция – значит дорогой бутик. Это что, дорогая? Я объясню. Бутиковый формат означает, что это не многоквартирный комплекс, а буквально несколько квартир находятся в объекте, и по 2, максимум 3 квартиры на этаже. И это, как правило, невысотные объекты, то есть там до 10 этажей. При этом комплексы также имеют инфраструктуру, бассейн, территорию, квартиры могут быть с садами. Повторюсь, что на Кипре полностью недвижимость дается под ключ, то есть это встроенная техника, встроенная мебель полностью, все, кроме мягкой мебели. Вот как вы видите на фотографии, по такому дизайну, это финиш, будут сдаваться апартаменты. Все проекты, это собственный, кстати, проект нашей компании, да, помимо того, что мы агентство недвижимости, мы еще строим объекты, инвестиционные объекты, живые объекты, и в Лимассоле у нас порядка 200 таких объектов. Также у нас есть в Афосе и в Айанабе. По стоимости скажите что-нибудь? Да, конечно. Если мы говорим о Гиприд Резитенс, то цена у нас варьируется как раз в 300 тысячах евро. Поэтому этот объект достаточно интересный, и мы его... Прекрасно подойдет под оформление, под видное жительство. Квартиры также есть с видом на море, что интересно. Я расскажу кратко о других объектах также. Давайте, ага, смотрим дальше. Мы здесь представили 4 объекта под видное жительство, потому что объектов много, конечно, у нас просто эфирное время. Не хватит, чтобы про все рассказать. Я думаю, что зрители нам поверят. Мы просто выбираем те 4, которые вам показались наиболее интересными. Пожалуйста. Да, поверить нам можно, зайдя на наш сайт и убедившись в нашем портфолио, на самом деле. Следующая резиденция, колледжем резиденс, вот как раз находится в Пафосе. Это строящийся объект, в очень хорошей локации находится, на самом деле. То есть здесь рядом находится инфраструктура города. Аптеки, больницы, школа рядом порядка в километре. Также видовые квартиры есть с видом на море. Можно до моря добраться. Недалеко от моря находится порядка полтора километра. Что здесь интересно, опять же, здесь есть очень хороший выбор квартир, апартаментов, которые можно приобрести именно под вид на жильство. Можешь, кстати, сразу, Филипп, открыть наш прайс-лист по нему. Здесь очень доступные варианты, начиная от 160 тысяч евро. То есть можно купить две квартиры в данном комплексе и одну из них, например, сдавать в аренду и получать доход. Давайте, ну я, к сожалению, понимаю, что если у кого-то там маленький экранчик или кто-то с телевизора, с телефона смотрит, может быть, не до конца увидит. Но давайте просто какой-нибудь пример рассмотрим. Ну вот, например, 166 тысяч апартаменты, общая площадь 166 тысяч евро. Общая площадь 140, но при этом, как я понимаю, площадь террасы, она входит. Да, если ты смотришь на графу Total Covered Area, 140 квадратных метров, то, конечно, да, сюда входит и веранда в том числе. Веранда в данной квартире будет порядка 12 метров, ну мы здесь выверили, да, 11,9. Площадь внутренняя 94 метра, то есть это у нас получается квартира с двумя спальнями и тремя санузлами. То есть достаточно просторная квартира. Кстати говоря, у нас очень часто клиенты, особенно россияне, просят, чтобы было как раз вот ванных комнат не меньше, чем спален. Поэтому проектируя такие объекты, мы это берем во внимание. Потому что если мы рассмотрим вторичную недвижимость, например, будет квартира с тремя спальнями, ходовая квартира для семьи. Но санузлов будет два, как правило, не три. У нас сейчас уже взыскательные стали клиенты и привыкли, как вот в отеле, чтобы у них все было, иначе зачем им апартаменты. Плюс обязательно инфраструктура должна быть у комплекса, свой бассейн, своя территория, желательно свое кафе или ресторан, спа и фитнес-центр. Тогда такой объект действительно, и парковка обязательно, становится привлекательным и ликвидным для клиента, для последующей сдачи в аренду или перепродажи. Следующий комплекс. Смотрим дальше. Да, это очень красивый комплекс, также он находится в Лимассоле, в очень хорошей локации на самом деле. Конечно, если мы говорим о виде нажительства и о бюджете 300 тысяч, к сожалению, у нас нет приложений на первые линии от моря, особенно в Лимассоле, это самый дорогой город Кипра. Но, по крайней мере, я хочу показать, что за эти деньги на Спафосе можно купить две квартиры, а в Лимассоле в целом можно купить хорошую квартиру в бюджете 300 тысяч. И Неаполис один из таких объектов, новый красивый проект. Он, простите, он достроен? Неаполис? Да, вот этот проект, о котором мы говорим, элемент резиденции. Элемент резиденции. Он у нас почти завершен, мы ожидаем сдачу в следующем году весна. В следующем году весна. И вот здесь, собственно, еще раз цены, но ты сказала, что здесь есть, ну, здесь же очень большой разброс, условно говоря. Да, здесь большой разброс, почему? Потому что у нас есть квартиры на условно первом этаже, то есть это второй этаж по нашему получается. Здесь можно квартиру приобрести за 209 тысяч, она небольшая, то есть это односпальная квартира. Но, тем не менее, цена у нее достаточно хорошая. И если посмотреть по разбросу цен, то, например, квартира на третьем этаже, она уже будет стоить в два раза дешевле. Ровно потому, что у нее в два раза больше площадь, две спальни. То есть в два раза дороже. Да, и она в два раза дороже. Но у нее будет вид на море. Это уже огромный плюс, это увеличивает стоимость апартаментов, безусловно. У нас также есть в продаже пентхаус. Что особенно в этом пентхаусе? Во-первых, у него свой частный бассейн находится на крыше. Это интересно. У него потрясающе видно море. И в целом, в среднем, в Лимассоле пентхаусы стоят в районе миллион полтора. Если мы говорим недалеко от моря, там 300-500 метров от моря. Данный пентхаус мы сейчас выставляем, он выше у нас в продаже, за 700 тысяч евро. Это очень привлекательная цена для такого метража и для таких характеристик, что у тебя свой частный бассейн. Более того, это редко. Ты найдешь пентхаус со своим частным бассейном. Поэтому это очень хороший и интересный лот. Плюс у него парковка, плюс у него еще две кладовые. Два парковочных места, две кладовые. Что тоже очень привлекательно для клиентов. Следующий объект. Давай, Дан, следующий объект, четвертый, о котором ты говорила, который, по твоему ощущению, как объекты под ВНЖ. То есть есть варианты 300 тысяч плюс, как с одной квартиры, так может быть и с другой. Да, это уже мы говорим о готовых комплексах. Неаполис Резденс в классном районе. Неаполис находится в Лимассоле. Это всего буквально 300 метров от моря. Очень хорошая локация, спальный район. Поэтому мы этот комплекс действительно рекомендуем. Кстати, здесь у нас тоже есть два пентхауса с личными бассейнами. По прайс-листу можем пройти сразу, Филип. Давай, хорошо, смотрим прайс-лист. Рендеры или фотографии? Нет, это уже фотографии. Да, мы уже говорим о готовых комплексах. Поэтому здесь, опять же, я повторюсь, что это бутиковый формат. У нас здесь всего несколько квартир, что очень хорошо. То есть это будет квартира на этаже. Шесть квартир и того. И у нас осталось, ну, половина продана, соответственно, потому что уже здесь завершающая стадия готовности, сдача. Из того, что осталось. Это две спайни за 350 тысяч евро, почти 100 квадратных метров будет квартира. И два пентхауса. Здесь они будут с частными бассейнами. По каждой почти 125 квадратных метров общей площадью. Цена за пентхаусы, считаю, шикарная. 550-570 тысяч евро. Это будет двуспальные, просторные пентхаусы. Поэтому такой вариант рядом с морем, на такой стадии готовности, я очень рекомендую по такой цене. Он будет очень ходовой, очень ликвидный. Хороший выбор. Окей, хорошо. Давай смотрим дальше тогда. Мы поговорили с тобой о этих предложениях. И у нас уже тоже спрашивают, это есть специальные предложения или какие-то специальные предложения у нас еще будут дополнительные? Я в конце всех объектов озвучу специальное предложение, которое будет иметь лимит. Я о нем расскажу. Хорошо. То есть предложение будет таки. Останется, да. Хорошо. Так, смотрим. Переведу. Кстати, вопрос, сразу вопрос. Есть ли по варианте оплаты в этих объектах, есть ли рассрочка, что вообще предлагается? Можно ли взять кредит на эти объекты и так далее? То, что мы уже смотрели. Да, по поводу объектов. Всегда возможна рассрочка на момент завершения строительства. До момента? Да, до момента, конечно. До сдачи проекта полной. С потекой тоже мы можем помочь с оформлением кордита. Я вижу, пошли запросы. Вопросы у нас сейчас. Давайте, Дмитрий, Юля, мы обязательно на вопросы все еще ответим. Пробежимся дальше по тем объектам, которые у нас еще есть. Следующий блок озаглавила Екатерина как недвижимость для жизни. Кстати, панорама Лимасова, кто не знает, если я правильно понимаю. Это же овал. Да, знаменитый космический наш тоже. Давайте посмотрим те предложения, которые здесь дальше есть. Чем они идеологически отличаются? То есть ты видишь в них скорее составляющую не под ВНЖ, а просто люди, которые будут покупать для себя? В чем практикальная разница? Да, конечно. Хотелось бы все-таки... ВНЖ это определенный бюджет, но не всегда клиенты наши выбирают недвижимость под ВНЖ в бюджете 300 тысяч евро. Безусловно, ВНЖ является Кипробонусом. И многие перевозят свои компании, перевозят свои стены, особенно в последнее время. И что нужно таким клиентам, владельцам компаний? Им обязательно необходима вилла, либо апартаменты для себя, для жизни, для своей семьи. Также они подбирают недвижимость либо в долгосрочную аренду, либо они покупают недвижимость для своих сотрудников и выбирают, соответственно, связанные с этими локации. Также для прислуги они выбирают либо квартиру в том же комплексе, в котором они проживают, либо по соседству. Поэтому здесь бюджет будет выше. И хотелось бы показать тоже, что можно приобрести за другие бюджеты. Я рекомендую обратить внимание на классный проект ZI-1, который находится в 150 метрах от моря. Это видно по фотографии. Объект у нас завершен. Завершен, готов. Прекрасное расположение. Он находится в Айгерс-Тихонос. Прекрасный район, центр Лимассола. И самая важная доступность к морю. Это шаговая доступность. То есть это комплекс как раз со всей инфраструктурой отеля. Сюда включается бассейн, спа, территория. То есть он прекрасно оборудован. И все апартаменты, которые находятся в этом комплексе, они полностью завершены именно по самым высоким стандартам. То есть это очень хороший, качественный объект. И находится буквально в шагах до моря в Лимассоле в классном расположении. Что у нас сегодня есть на продаже? У нас на продаже 5 апартаментов. Здесь уже будет такой бюджет выше. У нас апартаменты стартуют буквально от миллиона евро. Можно прям пройтись по прайс-листу. К сожалению, большая таблица. Еще раз извиняюсь, не всегда хорошо. Но в любом случае, в частном порядке, да, можно. Во-первых, все квартиры видовые. Несмотря на близость 300 метров к пляжу, он на небольшой возвышенности находится, поэтому квартиры видовые, с хорошим видом на море. Что по цене? У нас есть квартиры с двумя спальни в наличии, есть с тремя. Цена стартует от 760 тысяч евро, и также в наличии есть пентхаусы. Пентхаусы миллион 300, миллион 800. Они просторные все, да, пентхаусы. Мы говорим о метраже больше, чем 200 квадратных метров. И все закончено именно по самым высоким стандартам. Я повторюсь, я говорила, что пентхаусы в Лимассоле варьируются миллион-полтора. Но если мы говорим о близости к морю, то там пентхаусы могут доходить до 7-10 миллионов евро, Филипп. Если мы говорим о первой линии... Дайте два. Да, у нас Лимассол, я повторюсь, это самый дорогой город Кипра, и цена квадратного метра на первой линии стартует от 8-10 тысяч евро за квадратный метр за амфортаменты. И поэтому цена не снижается на первой линии. Окей, будем дальше? Да, дальше я хочу... Какое милое название, да? Очень красивый объект, он находится еще на стадии строительства в Лимассоле. Вот поговорим о первой линии, кстати. Этот объект взял под управление Ридс Карлтом, что, собственно, сегодня мы прям вот с удовольствием можем предложить. Не только этот объект под управлением сети мы можем предложить. Есть несколько сетевых отелей, которые взяли в управление апартаменты, комплексы. И также есть отели, которые строят при отелях комплексы. Поэтому, если есть интерес именно к ликвидному, дорогому, элитному жилью, то можно предложить разные варианты. Какие особенности здесь? Здесь инфраструктура отеля 5 звезд. Причем не просто 5 звезд. Вот есть отель на Кипре Four Seasons, Амара, новые отели, да, красивые. Марка Пола. Вот. Что примечательно именно здесь? Здесь будет по самым высшим стандартам. То есть это точно будет не хуже самой классной новой пятерки. Комплекс достраивается и учитывают все возможные и невозможные нюансы. То есть комплекс будет функционировать полностью, как пятизвездочный отель. И включать абсолютно всю инфраструктуру, и территорию, и рестораны, и кидс-клабы. И будет огромная территория у комплекса. Я не знаю, но все-таки ты покупаешь здесь себе квартиру, или все-таки Ридс Карлтон, это отельная более история, или ты покупаешь себе как бы номер, которым хочешь живи сам, хочешь сдавать? Нет, это жилой комплекс, Филипп, это непосредственно жилой комплекс, и Ридс Карлтон взял его в управление. Но будет функционировать именно как жилой комплекс. То есть клиенты имеют право абсолютно полное быть собственниками этих квартир, в них проживать. И если они захотят, они могут в управление сдать в аренду свои апартаменты. А так как инвестор этого объекта наш клиент, то он нам передал, как управляющая компания, на продажу несколько своих квартир. Поэтому я прошу обратить внимание на цену тех апартаментов, которые мы можем предложить. На сегодня конкретно у нас на продажу вышла квартира достаточно просторная, 191 квадратный метр. Если мы посмотрим на прайс-лист, по-моему, следующий слайд, если я не ошибаюсь, то вы можете смотреть по прайс-листу. Апартаменты стартуют от 1 208 000 евро. 1 200 000, 1 300 000, 1 400 000, 1 700 000. А нашу квартиру, которую мы предлагаем, и квартиру, которая у нас есть от инвестора, 1 100 000. То есть вот это вот как раз одно из спецпредложений, которое мы готовы обсудить. То есть на первой линии апартаменты ваши, либо под управлением Рис Карлтон, в одном из самых люксовых объектов, будет стоить всего лишь 1 100 000. Вот, и кто первого купит, тот и молодец, скажем так. Окей, хорошо. Давай тогда еще по нескольким примерам, как я понимаю, еще тоже есть, тоже со специальными предложениями. Идем дальше. Да, объекты Валана Резиденс, это, кстати, тоже локация, там буквально 300 метров от пляжа, находится в туристической зоне Лимасова в Ермасове. Здесь у нас мы говорим о трех блоках здания. Это отель, получается, функционирует комплекс как отель. Мы делали, наша компания делала самостоятельно редевелопмент этого объекта. Здания редевелопмента на Кипре не облагаются НДС. Я напомню, что НДС на Кипре составляет 19%, и при покупке первой жилой недвижимости вы имеете право вернуть 14% НДС, таким образом НДС составит 5%. Так вот, здания редевелопмента не облагаются НДС, то есть уже явно экономия большая идет. Здесь мы продаем отельные апартаменты. Вы можете в них проживать, вы можете с них получать доход, то есть отдать нам в управление и иметь доходность. Здесь мы гарантируем доходность. У нас гарантированная доходность будет 5% на 5 лет с правом продления. Если мы, это при условиях длительной аренды, если мы говорим о краткосрочной аренде, то такая доходность может сезон достигать 8% годовых. И все-таки мы говорим о годовых в евро. То есть такой вариант очень удобен. Три блока здания, они все прекрасно проданы инвесторам, частью проекта владеет наша компания. В одном из блоков здания у нас еще на продажу готовый блок, есть два апартамента. Каждый из них по 800 тысяч евро. Это три спальни, это порядка 115 квадратных метров за апартамент. Прекрасные апартаменты, как для семьи, для себя, так и под сдачу в аренду. Рядом пляж, полная инфраструктура отеля, бассейн, спа-зоны, территория. Также на объекте строится еще один блок здания, тоже интересен будет для инвесторов. Он будет составлять порядка 3 миллионов евро за продажу, и от вложенных средств ваш доход составит не менее 30% за полтора года. Если вы захотите перепродавать в апартамент на здание, либо если вы захотите, например, сдавать в аренду, что делают часть наших инвесторов, вы сможете стабильно получать доходность от вложенных средств от 5 до 8% годовых. Вот таким образом объект очень интересный подразевал. И объект, начиная даже не с объекта, а с пляжа. Рядом с пляж, и, собственно, сам объект. Что за объект? Несколько слов в нем, какие условия особые здесь? Мы поговорили о Пафосе, о Лимасоле вкратце. Также у нас есть прекрасная зона Янапа, где самые красивые чистые пляжи Европы находятся, отмечены голубым флагом. Здесь мы строим комплекс вилл, Нисси Несс называется, рядом как раз с пляжем Нисси Бич. То есть он буквально находится в 200 метрах, и здесь очень интересно будет вариант виллы рассмотреть, например. Цены тоже разные у проекта, проект еще новый на стадии строительства. То есть здесь возможно... Когда заканчивается у нас срок? Также рост цены. Мы ожидаем завершения этого проекта к лету следующего года, то есть вот к сезону. Варианты можно посмотреть разные, начиная от 650 тысяч евро и на выбор выбрать себе частную виллу с бассейном, с территорией. Скажи, пожалуйста, про особые условия объявишь какие-то сейчас или когда мы уже поговорим про коммерческую недвижимость? Я думаю, что мы закончим все объекты и объявим. Хорошо. Окей, ну и тогда давай поговорим про коммерческую недвижимость. Вот есть несколько объектов, но перед тем, как мы об этом говорим, несколько слов давай вообще о перспективах коммерческой недвижимости. Как ты их видишь? Я, соответственно, немножечко поменяю местами. Сейчас пролистаю нашу презентацию немножко назад. Итак, несколько слов, пожалуйста, об этом. Как вообще, что сейчас происходит с арендными перспективами коммерческой недвижимости в Лимассоле? Ваш взгляд, какой он? Да, во-первых, с тем, что Кипр ввел новые требования по получению ВНЖ, новые требования и программу лояльности для IT-бизнеса, для релокации сотрудников. Все больше спросом пользуется аренда на Кипре. Спрос всегда превышал на Кипре арендные, потому что не хватает хороших отелей. Вот сейчас, слава богу, построилось несколько новых, но и этого недостаточно, потому что каждое лето посещают 4 миллиона туристов на Кипр, и эта цифра растет. Даже там, несмотря на условия пандемии, да, был вот этот период, когда действительно было не так много туристов, и тем не менее жилье всегда, даже в пандемию, пользовалось повышенным спросом. То есть наша компания самоличной арендой не занимается, мы помогаем нашим клиентам сдать в аренду их объекты, либо мы берем в управление. Да, мы всегда можем посоветовать компании, которые занимаются арендой, и мы наблюдаем за арендными ставками в том числе, но все-таки наша основная цель – это инвестиции в строительство-продажи. Говоря об арендных ставках, они будут расти, как минимум, потому что мы сейчас ожидаем приток, граждан из-за рубежа, поток интернациональный, и с IT-бизнеса, и с стартапа, то есть достаточно много компаний, сами переезжают, перевозят своих сотрудников. Для этого Кипр будет улучшать условия, соответственно, арендные ставки будут расти. Плюс на Кипре очень много вышло центров протяжения. Один из них – казино, например, которое строится в Лимассоле, и я думаю, что в следующем году уже будут какие-то завершения этого объекта. Самое большое в Европе его, по-моему, называют. Да, про этот проект много говорят, что прям какой-то безумно алчный проект. Красивый казино-курорт, City of Dreams, действительно, самое большое в Европе казино. На него уже можно взглянуть, посмотреть, там, работа полным ходом, огромная территория, и все участки, естественно, скуплены. И мы тоже купили себе несколько участков, и у нас там строятся тоже объекты. Про них тоже я могу, кому интересно, отправить информацию про доходность. Поэтому мы ожидаем, что жилье в Аренду будет спрос большой, и будут увеличиваться арендные ставки. На сегодняшний момент по ставкам, то есть есть разбивка, и по жилью, и по коммерции зоны разделяются. Я могу привести пример сейчас на фоне Лимассова, как самый бизнесовый город, это самый бизнес столицы Кипра, несмотря на то, что столица Некосе. Здесь самые высокие арендные ставки, самый высокий спрос среди бизнесменов. Ставки аренды доходят, и в целом, это где-то до 50 даже евро, sorry, даже до 80 евро за квадратный метр они доходят. Если мы говорим, например, о коммерческой недвижимости на море, рентабельность у нас составляет порядка 6-7% годовых. Достаточно высокий доход. То есть доход, этот процент, он был пару лет назад, он доходил 5-6. Сейчас они повысились, уже 6-7. По жилью то же самое. Средняя ставка была 4-5%, сейчас по жилью мы можем наблюдать тенденцию 6-7%, буду говорить. По поводу стоимости квадратного метра жилья, я повторюсь, что на первой линии стоимость квадратного метра достигает 20 тысяч евро за квадратный метр. И цены не падают на первой линии моря, ни на офисы, ни на жилье. То есть недвижимость всегда будет ликвидная. Вот, это очень важно. Хорошо, давай тогда посмотрим предложения, которые есть, вот именно конкретные по коммерческой недвижимости, что вы предлагаете сейчас. Да, по коммерческой недвижимости у нас много достаточных предложений. И ресторанный бизнес, многие клиенты переезжают, они себе покупают жилье, там апартамент или пентхаус, они хотят заниматься каким-то бизнесом, и они выбирают для себя, например, покупку ресторана, либо магазина какого-то сетевого интересного. Такие варианты тоже можно посмотреть. Если для компаний, то вполне можно рассмотреть бизнес-центры и офисы. Например, в Лимассоле можно посмотреть, кстати, вот это спецпредложение, оно сейчас со скидкой. У нас остался последний офис, там полностью здание сдано в аренду, и площадь этого офиса составляет 410 квадратных метров. Ранее цена была 2 200, 2 миллиона 200 тысяч, сейчас этот офис предлагается за 1 780 миллиона. Новый объект, очень красивый. И еще. Да, я могу рассказать, кстати, о примере об инвестиционном. Да, пожалуйста. Филипп, там листаешь слайды, я думаю, что зрители, наши участники не успевают. Нет, тот инвестиционный я посмотрел, я просто перелистал, поскольку у нас цифры в начале презентации. Да. Какой-то нужно слайд конкретный включить, давай включим еще раз, это не проблема. Да, можем вернуться как раз к последнему зданию, про него скажу тоже. Офисы у нас есть. Новое здание – это проект, проект коммерческой недвижимости. Значит, это инвестиционный объект, как раз его можно рассмотреть. Общая площадь зданий 1267 квадратных метров, стоимость 5 миллионов 500 тысяч. Здесь необходимо сделать редевелопинг, необходимо сделать ремонт офисов в составе 2200 миллиона плюс и общая цена составит 7200 для инвесторов. Соответственно, если мы посмотрим на следующий слайд, то как мы считаем прибыль? Всю прибыль мы, естественно, считаем, мы предоставляем все расчеты, мы делаем маркетинговый ресурс всех зданий по соседству, по жилью и по коммерции, все это мы можем предоставить. Соответственно, если мы идем по пути перепродажи офисов, то цена за офис составит где-то 10-15 тысяч евро квадратных метров в зависимости от этажа. И таким образом, по полное здание после всех ремонтов мы сможем продать за 12670 тысяч евро. Таким образом, минимальная прибыль составит 5 миллионов 470 тысяч евро. что составляет 55% прибыль от вложенных средств. Таким образом, завершение строительства примерно 10 месяцев, 10-12, и мы можем продавать в течение, допустим, полугода. То есть, плюс-минус через полтора-два года вы получите доходность 55% от вложенных средств. 50, грубо говоря, 50%, что очень хороший показатель доходности. Ну, девелопмент. Девелопмент, он традиционно один слайд, он очень, о таком серьезном проекте очень трудно говорить на основании всего одного слайда, но я думаю, что если кому-то интересно, просто правильнее такие вещи обсудить уже в частном порядке, потому что, понятное дело, расчет это не один лист в таких случаях. Окей. Хорошо. Все верно. Хорошо. Ну, смотри, значит, мы пробежались по значительной части проектов, но у нас действительно был запрос, что специально. Еще один из наших зрителей говорит, какое специальное предложение, в чем специальное предложение? Рассказывай, в чем специальное предложение? Да, ну, смотрите, специальные предложения, во-первых, они у нас были некоторые, да? Ну, да. Карта у нас там миллион сто вместо миллиона шестьсот. Что мы подготовили для наших участников, наших гостей в вебинары, о чем мы хотим сообщить? Наша компания в преддверии рождественских праздников и Нового года за все представленные предложения дарит, предоставляет скидку семь процентов до 31 декабря за любой выбранный объект. и скидка суммируется со всеми скидками. Со всеми скидками, которые были раньше. Да, да. Ну что ж, семь процентов, соответственно, я думаю, сейчас самое время опубликовать контакты. До 31 декабря компания First Class Homes предлагает скидку в семь процентов на любой объект, который здесь представлен нашей презентации. Так, хорошо, давайте продолжать. Тогда пришли некоторые вопросы и мы еще через некоторое время подключим еще одного нашего специалиста. Значит, еще разочек. По вариантам, правильно ли я понимаю, что рассрочка есть только на те объекты к строительству, которых еще не завершено? Если не рассрочка, что тогда? Что тогда? Ребята, сейчас взять кредит? По поводу кредитов, наверное, мне кажется, Софья лучше скажет пару слов по кредиту, что сейчас, какая ситуация. Софья, какая ситуация на Кипре с кредитами сейчас? О чем можно говорить? Ну, ситуация, ничего не изменилось, ничего нового по кредитам, а человек должен показать, что у него есть какой-то доход за последние пару лет, чтобы получить кредит. Но, в принципе, все условия так же, как в остальных странах. Трудностей особенных нету. А условия примерно? О какой процентной ставке сейчас можно говорить? Это зависит от банков, и я, к сожалению, не могу вам с этим помочь. Хорошо. Вопрос ПМЖ в Польше. Варианты покупки недвижимости в кредит. Получит ли ПМЖ больше облегчить получение ПМЖ на Кипре? В корректору будет такой интерес. Нет. Гражданство человека, который подает на кредит, не влияет. То есть, если... А получение, то, скажем, условно говоря, для россиянина и для поляка получение ПМЖ кипрского, одинаковые будут моменты, или все-таки какая-то разница будет? Ну, трудно представить, зачем еще ПМЖ больше иметь ПМЖ на Кипре, но, тем не менее, вдруг такая задача есть. Ну, смотрите, если человек имеет, если человек из России имеет ПМЖ в Польше, это никак не меняет ситуацию, он все равно подает как гражданин России. Если, например, если у человека есть второй паспорт из Польши, то тогда подается на другой вид жительства, это Yellow Suite называется, потому что он гражданин Евросоюза. Следующий вопрос. Статус, ну, тут болезненный вопрос, тем более, Екатерина написала Фомагуста, нам в Фейсбуке тоже один человек написал, так Фомагуста это же Северный Кипр написали, нет, господа, часть Фомагуста это Северный Кипр, часть Фомагуста это Южный, Екатерина как раз говорила про Южный, про ту часть, которая, ну, скажем так, примыкает, пограничная. Статус ВНЖ Южного и Северного Кипра отличаются ли они и как кипрская ВНЖ помогает для путешествий по Европе? Ну, как я понимаю, ВНЖ, собственно, никак не помогает, это два вопроса отдельных было, помогает гражданство, то есть, как бы, а можно тогда несколько слов, я просто слышал об этом, что если у тебя есть кипрский вид на жительство, ну, ПМЖ точнее, ты можешь на Кипре получить европейскую визу и это делается чуть проще, так это или нет? Нет, смотрите, так как Кипр не вступил в Шенген-зону еще, идут переговоры, чтобы он, ну, остро вступил, но на данный момент, имея вид на жительство на Кипре, не дает права путешествовать по Европе, а это уже нужно подавать заявление в европейскую страну, чтобы... Понятно, но с кипрским, вот если у тебя есть кипрский ПМЖ, можешь ли ты на визу, там, не знаю, испанскую, португальскую, немецкую, подавать на Кипре? Это я не могу сказать. Я тут опять же слышал, что такая возможность есть, и что, ну, в общем, это несколько проще делается, то есть, если у тебя есть именно статус постоянного вид на жительство. Может быть, но это зависит от страны, в которой подаешься для получения европейского уже вида на жительство. Поэтому я, к сожалению, не могу с этим помочь, у меня не было такого случая. Окей, хорошо. Ну и я попрошу сейчас, пока задаю как бы следующий вопрос, подключить к нам еще одного эксперта, специалиста Екатерину Степанову. Многие, думаю, ее лично знают, и она сейчас находится как раз на берегу моря. Через несколько секунд, думаю, она к нам присоединится, а пока, Екатерина, вам все-таки вопрос, но давайте все-таки немножко подводя итоги года, вот ваше ощущение, вот вы говорите о том, что цены на Кипре растут и арендные ставки растут. Как бы вы сказали, в какой пропорции это происходит и не получается ли так, вы говорите, что доходность снижается. Сейчас во многих странах Европы доходность наоборот падает, потому что арендные ставки растут, но цены растут намного быстрее. на Кипре получается не так? На Кипре на сегодняшний день в связи с, наверное, ситуацией с ковидом, с обменой паспортов, пока цены находятся на условно прежнем уровне, пока они держатся вот эти последние два года. Возможно, но они не падают, что радует. А вот ставки аренды тем временем растут, потому что спрос стал превышать предложение и спрос на аренду растет каждый год, соответственно. Вот ваш опыт показывает те расчеты, которые вы делали. Вы делали и для гостиниц, как я понимаю, и для офисов. Если мы говорим о коммерческой недвижимости, именно в кипрском случае, какие инвестиции могут быть наиболее интересны? Наиболее интересны? Зависит, наверное, все-таки от того, что хочет клиент, какая у него задача. Хочет ли он получать максимальную доходность как в девелопменте, но это самая рисковая история, соответственно, девелопмента, либо он хочет пойти по пути, взять что-то в девелопменте, уже готово, и сдавать это в аренду, и постоянно получать ежегодный доход. То есть здесь понятно, что рисков намного меньше, чем вкладывать в недостроенное жилье. Если мы говорим о строительстве, то на Кипре строящееся жилье ежегодно растет на 30%. Соответственно, ну и риски выше. То есть здесь уже зависит от задачи клиента. Когда клиент приходит, он обозначает свою задачу, я готов инвестировать в строительство, либо в девелопмент. У меня такой бюджет, и я примерно ожидаю такую доходность. Нам интересно высокорисковые инвестиции. Либо клиент говорит, что я хочу разместить непосредственно свои средства, я хочу постоянно сдавать в аренду, я не планирую это перепродавать, мне это неинтересно. Абсолютно. Мне интересен стабильный, такой-то минимальный доход в евро. Например, я рассматриваю, чтобы чистыми на руки было как минимум 4%. Вот. То на Кипре это совершенно реально. Программа, не связанная вот с приобретением недвижимости, как любым программам получить возможность жить на Кипре с последующей натурализацией, если речь не идет о... Просто если идет покупка апартаментов недорогих, то есть ты покупаешь, условно говоря, там 100, 120, может быть, даже меньше на Кипре и же есть и такие. Ну, да, в первое время человеку нужно подать на визу или ПМЖ. Если простую какую-то квартиру, не в инвестиционный ПМЖ получить, а вот по категории F, там нет ограничений стоимости недвижимости, они могут даже в аренду снимать. И по категории F нужно ждать 2 года, чтобы получить статус постоянного вида на жительство, а в промежутке можно подавать на ежегодную визу. Если человек будет работать, ему нужно подавать на рабочую визу и категория F не подходит, потому что не дает права работать. И чтобы получить паспорт, уже жить 7 лет на Кипре как минимум. То есть единственный критерий для натурализации 7 лет это проживание легально на Кипре 7 лет. Вот, и тогда все-таки важный вопрос по поводу легальности. Если я приобретаю объект, ну там, сильно дешевле 300 тысяч, я, ну там, предположим, работаю, если я работаю на Кипре, тогда все понятно, если не работаю, или вернее, работаю за пределами Кипра удаленно, что может быть основанием для пребывания на острове? Что мне, кто мне разрешит, и на каком условии? Ну, если работаете за границами Кипра, можно получить Pink Sleep, это ежегодная виза, там критерий просто иметь жилье на Кипре, страховку на Кипре медицинскую, и счет на Кипре, основные критерии, иметь еще счет на Кипре с деньгами, которые позволяют человеку жить здесь, не работая. Ну, вот, это ежегодная виза, только на провизии приезжать на Кипр. Направить. Окей. Ну, что ж, дорогие друзья, значит, для того, чтобы подвести некий итог, в том числе финансовый, значит, были предложения, сказанные с Екатериной, эти предложения, на эти предложения до конца года скидка 7%, на все, пожалуйста, смотрите, контакты Екатерины на экране. Второй важный момент, о котором мы говорили, да, действительно, ходят с разговоры, почти факты о том, что на Кипре с начала будущего года начнутся некие изменения, связанные с новой программой гражданства, точнее, не программой гражданства, а с возможностью получить гражданство через несколько лет после того, как вы стали обладателем ПМЖ. Но, как Софья заметила, закон, который был подписан, написан и подготовлен, на данный момент нет, но, я правильно его сослышал, в течение двух-трех месяцев в начале года вы ожидаете его? Да, в первом квартале 2022 года будут уже потихоньку объявлять новые правила. и, соответственно, в первую очередь эти правила действуют на людей, которые открывают бизнес, и в первую очередь особое внимание на кипре, но в последнее время уделяют IT-компаниям, здесь с Софьей или с Екатериной можно поговорить, уточнить некоторые детали. Ну, что ж, давайте тогда, ну, уже время такое, конечно, предрождественское, Екатерина нам своей пальмовой картинкой и эмоциональной речью немножечко переключила на праздники, но еще какое-то время есть и получить скидку о компании и воспользоваться специальными предложениями, там у нас получилось чуть больше объектов сегодня мы представили, мы поговорили о несколько большем количестве, но при этом не все они были на специальных условиях, но те, которые не были, для них специальным условием является вот эта 7-процентная скидка, если я правильно услышал, Екатерина. Спасибо вам большое, Софья Кудряшова, юридический консультант и корпоративный администратор компании Цангаридис и Екатерина Шиманская, генеральный директор компании First Class Homes по России и СНГ. И Екатерина в ближайшее время с участниками вебинара, я думаю, безусловно, свяжется, если у вас будут какие-то вопросы, звоните чуть раньше, будем рады пообщаться. Ну а с вами был Филипп Березин, портал прионару недвижимость за рубежом. Наш следующий вебинар состоится ровно через неделю, будем говорить уже не о Кипре, а о Черногории. Ссылочку, если успеем, сейчас тоже опубликуем. Ну что ж, спасибо, контакты все на экране, думаю, информация была полезная, ну а финансовые бонусы, они всегда и всегда полезны, удачи, до встречи, до свидания. Спасибо, всем хорошего дня. До свидания.